Техническое описание кода неисправности OBD2 – высокая чувствительность цепи отбора мощности, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии – DTS, который применяется ко многим автомобилям OBD2 – с 1996 года выпуска, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Ford, GMS, Chevy, Dodge, Ram и т.д. Несмотря на то, что в общем, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, код неисправности OBD2 – P253D и соответствующие коды P253E, P253B, P253S и P253E связаны с цепью отбора мощности или отбора мощности, вом или коробка отбора мощности, это система, которая связана с трансмиссией транспортного средства и используется для привода вспомогательного оборудования. Это вспомогательное оборудование может включать в себя такие вещи, как снегочистители, отсыпки и т.д. Когда PSM обнаруживает напряжение или сопротивление в чувствительной цепи ВОМ, которая настолько велика, что выходит за пределы ожидаемого диапазона, будет установлен код P253D и загорается индикатор двигателя, обслуживание двигатель скоро загорится или оба могут загореться, какова серьезность этого кода неисправности. Серьезность этого кода, как правило, не является серьезной, поскольку он, скорее всего, повлияет только на функции ВОМ, но не на обычные функции автомобиля, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P253D П253D могут включать, вспомогательное оборудование для ВОМ не будет работать, проверьте, горит ли лампа двигателя, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода P253D могут быть, неисправный датчик ВОМ, неисправная или поврежденная проводка, разъеденный, поврежденный или ослабленный разъем, дефектный предохранитель или плавкая вставка, если применимо, дефектный ПКМ, какие шаги по устранению неполадок P253D. Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки, TSB, для конкретного транспортного средства по годам, модели и конфигурации двигателя, трансмиссии, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении. Второй шаг – найти все компоненты, связанные со схемой отбора мощности ВОМ, и найти явные физические повреждения, выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как соскоб, протирка, оголенные провода или пятна ожогов, далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и поврежденных контактов, этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения со всеми компонентами, включая PSM. Проконсультируйтесь со специальными техническими данными для автомобиля, чтобы проверить конфигурацию цепи безопасности уровня масла и посмотреть, есть ли в цепи предохранитель или предохранитель продвинутые шаги. Непродвинутые шаги становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы, эти процедуры требуют цифрового мультиметра и конкретных технических справок для транспортного средства, в этой ситуации датчик давления масла может облегчить процесс устранения неисправностей, эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет. Продолжение следует...